МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волгоградская область, Медведицкая гряда. В июне 2001 года в этом месте произошло странное событие. Сильнейший пожар в считанные минуты уничтожил более 350 деревьев. Огромный лес превратился в безжизненную черную пустыню. Уже наутро к месту страшного пожара приехали ученые, но ответить на вопрос, что же произошло здесь прошлой ночью, так и не смогли. Совсем недавно по всей области прошли проливные дожди, и версия о том, что пожар случился из-за неосторожности туристов, исключалась. Когда же пожарные ученые стали опрашивать местных жителей, выяснилось, что ночью все они наблюдали необъяснимое явление. Огромные светящиеся шары падали с неба, устраивая страшную огненную пляску. Но откуда могли взяться эти странные объекты? Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Там находилась некая секретная военная исследовательская зона, типа зоны 51 в Америке, но только наши мейты на СССР. Подмосковье. Трасса Москва-Латкарина. Опытные водители стараются объезжать ее стороной. Страшная статистика смертей заставляет их наматывать десятки километров по объездным дорогам. Каждый день здесь случаются аварии, объяснить которые невозможно. На совершенно пустой и ровной трассе происходят лобовые столкновения. Водители выносят на обочину, а те, кому удается избежать аварии, рассказывают, что на несколько минут темная пелена застилает их разум. Рассудок мутнеет, а многие теряют сознание. Люди, когда едут на машине, они чувствуют некую отстраненность, которая появляется у них, и, соответственно, они отключаются на долю секунды, этого хватает, чтобы лететь в кювет или в дерево. Деревня Пустыша, Шатурский район. Это место давно пользуется у местных жителей дурной славой. Здесь необъяснимым образом пропадают люди. В полиции накопились десятки заявлений несчастных родственников. Пропавших не могут найти до сих пор. Они пропадали на Коломенском тракте, который соединял Московскую и Владимирскую области. И до сих пор люди не знают, куда пропали торговцы, путешествующие. Кто-то считает, что здесь, возможно, находятся врата в параллельные миры. Медведенская гряда, урочище, Шушмор, Лыткаринская трасса смерти. Это лишь небольшой список мест, которые называют аномальными зонами России. Когда местные жители слышат названия этих мест, то часто крестятся и отводят глаза. Об аномальных зонах не пишут в путеводителях, их часто даже не обозначают на картах. Но за ними в народе четко укрепилась дурная слава. Дороги убийцы. Леса, где люди могут сойти с ума, из которых не возвращаются. Почти возле каждого российского города или деревни есть место, в которое советуют не ходить. Может случиться трагедия. Территории, где наблюдают паранормальные явления, еще называют чертовыми остановками и ведьмиными местами. На сегодняшний день в России более 200 таких опасных территорий. Это места, которые прокляты. Несколько лет назад в Шатурском районе Подмосковья полиция забила тревогу. Из деревни Пустоша таинственным образом пропали люди. Целая семья. Очевидцы говорили, что они пошли за ягодами в лес и больше их никто не видел. Была статья «Московский, Бермудский, а подмосковный Бермудский треугольник». И там это описано. Там пропадали люди. Полиция, местные жители искали пропавшую семью несколько дней. Когда на третьи сутки не было никаких результатов, поиски прекратили. Последняя большая пропажа была в 1898 году, когда пропал полностью обоз с железом вместе с людьми. 26 человек, точно сейчас могу, не могу сказать. Не нашли ни концов, ни людей, ни железа, ни подвод, ни лошадей, ничего. Территория урочища Шушмур почти 500 квадратных километров. Никто и никогда не видел ее границ, так как редко кому удается дойти даже до середины этого места. Урочище называют гиблой землей. Ведь в здешних местах пропали без вести уже сотни смельчаков. Вот заявление одной из жительниц деревни Пустоша. «Я, Бузанова Ольга Петровна, заявляю о том, что 17 августа 2008 года мой муж, Бузанов Николай Степадович, 1954 года рождения, ушел из дома на работу и до сих пор не вернулся». И таких заявлений в местном отделении полиции десятки. С каждым годом в этом месте пропадало все больше людей. Исследователям удалось выяснить, что только в 1921 году на Коломенском тракте бесследно исчезли 19 человек, а в 1957 в этих местах пропала целая группа туристов. Спасатели и местные жители так и не смогли их обнаружить. Именно отсюда начинается то самое необыкновенное, загадочное место – урочище Шушмар. Алексей Липкин, известный подмосковный краевед, уже 10 лет исследует это странное место. Во время каждой экспедиции с ним происходят необъяснимые вещи. Алексей постоянно чувствует чье-то незримое присутствие, а приборы ведут себя очень странно. Зашкаливают стрелки и разряжаются батарейки. Пример здесь начинает шалить компас, неправильно начинает указывать направление. В лесу исследователь натыкался на странного вида деревья. Встречались здесь местные краеведы, лесники и какие-то странные березы с квадратными стволами. То есть ствол березы был не круглым, как мы привыкли обычно видеть, а какой-то овальный, угловатый. Когда начали расследовать загадочные исчезновения людей, исследователи и полиция столкнулись с неожиданным фактом. Все родственники и очевидцы рассказывали, что накануне исчезновения по всей деревне слышалось загадочное змеиное шипение. А пройти по лесу обычным шагом было невозможно. Трава буквально кишела змеями. Водилось здесь достаточно большое количество змей. Более того, это змеиное место существует очень давно. В древних источниках исследователям удалось обнаружить доказательства того, что несколько веков назад местные жители поклонялись огромным змеям и даже говорили на змеином языке. Невероятно, но сохранились рисунки, на которых были изображены существа, напоминающие драконов, и им подносили человеческие жертвы. Именно поэтому местные жители до сих пор уверены, шушмар – ничто иное, как долина змей. Где-то в этих мещерских лесах скрыт камень, который называют змеиным царем, змеиным богом. Местные жители, конечно, побаиваются здешних лесов, стараются не ходить в незнакомые места. Еще одним доказательством того, что много лет назад в шушмаре действительно поклонялись огромному змею, стало то, что среди непроходимых лесных дебрей и гиблых болот местные жители видели загадочное сооружение, напоминающее капище языческим богам. Ведь по преданию, урочище Шушмар было построено около 2000 года до н.э. племенем озерных людей, которые занимались магией и умели управлять природными силами. Люди озер поклонялись змеиному богу Уру. Об этом культе свидетельствуют предметы, найденные во время археологических раскопок. Например, черепки глиняной посуды с орнаментом из змей. Богу Уру и было посвящено это капище. Находилось оно на месте нынешнего села Шатур. Шат означает небольшая горка, Ур – змеиный царь, недалеко от которого до сих пор стоит ритуальный камень. Но подробно исследовать эту зону невозможно. Из Шушмары возвращаются только те, кто не пытался зайти далеко. Остальные остаются там навеки. По одной из версий, от увиденного у людей просто не выдерживает психика. Одной из опасностей, которая подстерегает человека в аномальных местах, особенно в момент, когда человек становится очевидцем совершенно фантастических спектаклей, которые разворачиваются перед ними, одной из опасностей человек просто сходит с ума. Несколько лет назад в Шушмар приезжала научная экспедиция из Москвы в поисках древнего змеиного камня, но найти им ничего не удалось. Исследователи едва прошли четверть пути. К валунам, разбросанным вокруг, нельзя было подкопаться, ломались лопаты. К машинам липли гигантские слепни, невозможно было открыть глаза, как будто сама природа не давала раскрыть свои тайны. Участники экспедиции не смогли работать. Они постоянно чувствовали, что за ними кто-то следит. Могу сказать, как бы в первом приближении, это выглядит так, у человека создается впечатление, что кто-то одел ему на голову железный обруч и вот какими-то винтами скручивает, сдавливает железным обручем голову. То есть такое не то, что неприятное, это достаточно болезненное чувство. Резкое ухудшение самочувствия ученые объясняют тем, что шушмар находится в центре мощного энергетического потока. Такой энергетикой обладают так называемые намоленные места или места, где проводились древние ритуалы. Такая местность может благотворно влиять на человека, наделяя силой и жизненной энергией, а может погубить его. И до сих пор люди не знают, куда пропали торговцы, путешествующие. Кто-то считает, что здесь, возможно, находятся врата в параллельные миры. Что если все исчезнувшие люди находятся сейчас в параллельном мире? Ведь физики уже доказали, что параллельно с нашей развиваются еще десятки подобных реальностей. И вполне возможно, что в них до сих пор живут древние племена озерных людей, поклоняющихся страшному змеиному богу. Что если все, кто добирался до центра древнего капища, пересекали границу миров и оставались там навсегда? А недавно эта, казалось бы, невероятная версия нашла научное подтверждение. Когда карту шушмарского урочища заложили в компьютерную программу, ученые были в шоке. Шушмарские курганы точно повторяют расположение звезд в созвездии Ориона. Это еще одна из версий происхождения шатурской тайны. И может быть, те, кто бесследно сгинул, пропал в болотах урочища, сейчас находятся в других высших мирах. Ученые отмечают, что во всех проклятых местах и аномальных зонах происходят похожие, необъяснимые явления. Таинственные круги на полях, которые появляются буквально за одну ночь, неопознанные летающие объекты, призраки и полтергейсты. Я, например, только чертовых полян знаю около десятка. Я знаю около десятка долин смерти. Я слышал, ну, по крайней мере, полдюжины ведьминых полян. Ведьмины поляны, чертовы дубы и проклятые болота есть в Калужской области, в Пермском крае, на Алтае и в Забайкалье. Эти места уже сотни лет хранят в себе темную энергетику и способны даже передавать ее на расстоянии. Именно поэтому, уверен исследователь Вадим Чернобров, каждый год в России появляются новые аномальные зоны или блудные места. На границе Волгоградской и Саратовских областей находится ряд холмистых гор. Их высота от 200 до 380 метров. Это так называемая Медведицкая гряда. В списке аномальных зон России она занимает центральное место. Местные часто встречаются со странными лесными жителями. Над холмами то и дело появляются НЛО, а в земле вырыты неясного предназначения пещеры и туннели. Похоже, что кто-то ведет тотальное исследование этой зоны. Но кто? Сейчас выдвинуто самыми разными исследователями, не только мной, но и моими коллегами, примерно штук 15 самых разных версий. Ну, начиная от того, что там находилась некая секретная военная исследовательская зона, типа зоны 51 в Америке, но только наши, мэйтен СССР. Зона 51 известна всему миру как американский военный аэродром. Согласно официальным данным, там разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Действительно, во времена холодной войны между СССР и США была развернута космическая гонка. Две страны, претендующие на звание сверхдержавы, львиную часть бюджета тратили на космические разработки. Быть может, в зоне Медведицкой гряды проводились секретные испытания? Но какое могли испытывать оружие? И если эта сенсационная версия окажется правдой, то она может объяснить, почему местные жители видят неопознанные светящиеся шары и натыкаются на тоннели, которые ведут глубоко под землю. Если советские, а потом и российские военные действительно используют эту территорию как секретную базу, то какие тайны они могут там скрывать? Исследователь Геннадий Белимов часто выезжает в экспедиции по проклятым местам. Медведицкую аномальную зону он изучает уже много лет и написал немало книг. Его увлечение непознанным началось еще со студенческих времен. Но однажды меня мои коллеги, товарищи уговорили поздно осенью съездить, говорит, там в одном месте есть два холма таких пирамидальные. Говорит, обязательно вечером начинаются полеты НЛО. Типа звездочек. Белимов сначала не верил. Думал, шутка. Но вдруг все изменилось, когда в небе над медведицкой грядой появился странный свет. Через пелену облаков как будто фара одиночная такая просвечивает. Круг яркий такой, достаточно хорошо на фотоаппарате можно застать. Из облаков выдурнула звездочка, небольшая так по размерам. Секунд несколько постояла и ушла быстро в небо. Назвать увиденное обманом зрение Геннадий никак не мог. Он точно наблюдал светящийся шар, который завис над поляной. Но что это было? НЛО? Молния? Или что-то иное? С тех пор Белимов ищет ответы на эти вопросы. Из каждой экспедиции он привозит новые фотографии непознанных объектов. Ну, на первых порах мы, конечно, с пленочами фотоаппаратуры ходили. И вот место посадки треугольного НЛО. Большого, крупного. Стороны 80 на 80 на 60. На этом месте есть съемки 92-го года, когда только трактористы видели. Там было просто вдавленное, и не росла трава. Там глохли трактора. В места, куда забирается Белимов со своей экспедиции, каждый раз происходит что-то необъяснимое. У исследователей то отказывает аппаратура, то останавливаются часы. Вот посреди поля вот такой лоскут аппарата треугольного, большого. Явно, что он в тоннель такой не поместится. Вот мы стоим на фоне, вот молодые люди со мной приехали, на фоне этого. Деревья, которые, вот что-то их корежит, или вот сожженные деревья. А несколько раз случалось невероятное. Опытные следопыты, знающие буквально каждый сантиметр, неожиданно не узнавали местность и начинали путать дорогу. Однажды группа приехала, и буквально на следующий же день после ночи быстро собрались, спешно кое-что оставили свои вещи, быстро уехали. Я об этом узнал, я в то время не был в экспедиции, узнал фамилию одного, например, Дмитрий Устинкин. Это преподаватель Волгоградского университета. Я ему дозвонился, Дмитрий, что там было, что случилось, почему вы так спешно уехали? Говорят, Геннадий, какой-то страх. Вот всю ночь не спали? Какой-то страх людей держал? Но, быть может, какие-то необъяснимые силы предостерегают человека от гибели. Исследователи не исключают, что раскаленные огненные шары, обугленные деревья и аномальная активность в этой зоне могут быть результатом воздействия так называемых плазмоидов, сверхмощных энергоразрядов. Изучая это явление, ученые выдвинули сенсационную версию о том, что медведицкая гряда может быть порталом в иную реальность. Есть версии о всякого рода порталах, о всякого рода переходах, аномальных сочленений с другими мирами, переходах в параллельные миры. Исследователи уверены, что в этом месте пространство и время искажаются так, что человек может попасть в параллельный мир. Дело в том, что гряда находится на месте древнего тектонического разлома и может поэтому считается одной из наиболее мощных и непредсказуемых аномальных зон России. В этом месте повсюду возникают зорницы и шаровые молнии. Какие-то, видимо, невидимые нити есть, нити, конечно, в кавычках, по которым эти шаровые молнии передвигаются и эти трассы полетов сейчас изучены. Естественно, мы пытались ловить, эти шаровые молнии устраивали, засады устраивали, ловушки металлические для шаровых молний. Но вот с разным переменным успехом такие исследования, так охота за шаровыми молниями идет. Однако понятие объяснить природу шаровых молний человек пока не в силах. И нам остается только их избегать, как и тех аномальных зон, которые буквально притягивают эти уникальные и смертельные явления. Ведь произойти может что угодно. Новичков аномальная зона принимают неохотно. К необъяснимым вещам многие бывают не готовы. Галлюцинации чаще всего звуковые. Вот идут шаги, как будто кто-то в сапогах, мощен, так наметно. Крикнут там из палатки или по свете там, кто там, кто выходит. Никого, тишина, затихнет на время. Или скрип колеса бывало. Вот одна женщина, она наиболее часто местная, Валентина Горшунова, она до сих пор боится одна оставаться в лагере, допустим, только обязательно с кем-то, потому что в одной из ночей ее из палатки тащили за ноги кто-то. Причем закрыта палатка, замок закрытый, а она чувствовала на щиколотках в спальнике чьи-то руки мощные, и ее вытаскивали. Естественно, как закричала, там дочка у нее спала вместе, проснулись все, и бросили. Самое страшное случается тогда, когда в аномальной зоне пропадают люди. Причем в таких случаях несчастного невозможно найти. Геннадий Белимов и его группа часто сталкивались с необъяснимыми звуками из ниоткуда. Это когда в тумане отчетливо слышишь голос, зовущий о помощи, но никого на месте не оказывается. Пропал наш уфолог из Лабинска, Краснодарский край, это Николай Иванович Халибалин, Хрибалин, Хрибалин, пошел геолог, он интересен был нам тем же, это в 2001 году, по-моему, пошел с фляжкой воды, собственно, другого ничего не было, грабить нечего, если так, грабитель, и исчез. Обыскались, запрашивали, и так человек пропал. Уже из нашей группы, а не абы кто. Медведевская гряда вот уже много лет предмет исследования ученых. Каждый раз по поводу происхождения гряды выдвигаются новые версии, но окончательной нет до сих пор. Каждый раз в зону аномалии отправляются все новые и новые смельчаки, но узнать ее тайны пока не удалось никому. Эта дорога длиной всего полтора километра, но у водителей она давно получила дурную славу. Уткаринскую трассу называют дорогой смерти. Проезжая это место, опытные водители крестятся. Вдоль дороги целое кладбище погибших людей. Когда едешь за рулем, лучше снизить скорость. Совершенно неожиданно на полной скорости водителя может выбросить на обочину или отказать тормоза. Аварии на этой дороге происходят чуть ли не ежедневно. Почему здесь разбиваются люди неизвестно. Ведь участок дороги совершенно ровный и не опасный. Водитель Максим чудом остался жив. Он ехал домой по этой дороге вместе с друзьями и неожиданно почувствовал, что сознание его помутилось. Голову как будто сдавило тисками. Где-то на этом участке начиная здесь с дороги я начал проваливаться в сон, терять сознание. У меня началось помутнение, я прям начал куда-то проваливаться. Еще секунды и машина на полной скорости врезалась бы в дерево. Но, к счастью, друзья увидели, что Максим теряет сознание. Они тут же открыли окна, Максим очнулся, машина остановилась. Открыл окна, включил музыку, начал там головой какие-то движения совершать, чтобы окончательно не потерять сознание. Превозмогая нечеловеческую головную боль, Максим снова сел за руль. Но стоило ему проехать опасный участок, как неожиданно боль как рукой сняла. Сознание стало ясным. И вот закончился лес, мы доехали до поворота, у меня все нормализовалось, и что-то было, так не понял, но доехал тогда нормально. Теперь у Максима два дня рождения. И Латкаринскую трассу он старается объезжать стороной. Все водители говорят, уйти от беды на этой дороге очень сложно. Каждый день здесь случаются аварии. Место словно требует жертв. Как только попадаешь на Латкаринскую трассу, появляется странное ощущение преследования. Водители замечают, прямо в глаза светит яркий свет фар, а иногда кажется, что на дороге они видят призраков. Я смотрю, четко два луча вверх от каждой машины, как будто два прожектора. Как будто у них фары не вперед светят, а вверх стоят. В ту ночь Дмитрий Матвеев торопился в аэропорт встречать родственников. В три часа ночи сел за руль. Как раз ночью ехали по этой трассе по лесной Балаткаринской. И ни с того, ни с того, как будто туман, туман, туман везде бывает. И вот езжаем в этот туман, и ни с того, ни с того, машина бросает и резко начинает крутить, просто вот так вращать во все стороны, как будто мы выехали на голый лед. Машину развернуло и выбросило на встречную полосу. Руль будто заклинило, тормозная система перестала работать. Машина была исправна, то есть колеса все, машина вообще новая была, колеса все в порядке. Но так раскрутило их. Хорошо, что встречных машин никого не было, потому что как раз вот здесь, вот на этом месте было. Улетели на встречную обочину. Дмитрий чудом справился с управлением и выровнял машину. Весь остаток пути он ехал со скоростью 40 км в час. Такие трагические истории случаются на Луткаринской трассе каждый день. Дорогу даже освещали святой водой. Все равно аварии меньше не стало. Некоторые водители даже увольняются с работы, чтобы только не ездить по проклятой трассе. Каждый сантиметр асфальта может стать последним. Недалеко от этого места, где-то здесь, помню, в начале 90-х автобус Икарус-Гармошка врезался в сосну. Там авария серьезная чем была. Тоже, как водитель рассказывал, он знакомый знакомых был. Только просто ехал, руль вырвало из рук и просто улетел. Исследователь Илья Саглиани уверен, что через Луткаринскую дорогу проходит особая геологическая зона. Он считает, что дорога проложена через метеоритные воронки. Их в Луткарина обнаружили местные жители. Возраст одного из кратеров колеблется от 150 до 1000 лет. Размером он примерно 100 метров, а его глубина не меньше 5 метров. Мы сейчас идем как раз по правой стороне, где проходит тектонический разлом. И как мы предполагаем, почему здесь вообще происходит авария, из-за того, что люди входят в некое измененное состояние сознания и отключаются на долю секунды. Здесь много очень энергетических, как пласты. Вот такие я вижу. Такие вот темные, как пласты. Но под чьим влиянием у водителей происходит помутнение рассудка? Быть может, на человека влияют волны неизвестного космического происхождения? Самое ужасное, что проверить эту версию нельзя. Любая техника здесь мгновенно выключается. У нас магнитометр вот как раз на той точке зашкаливал. Были очень большие значения, собственно, из-за того, что в этом месте мощное переменное магнитное поле. И были случаи, когда аппаратура сбоила фото, видео, просто выходило из строя моментально. Объяснить, что же происходит на Латкаринской трассе, мы попросили известного экстрасенса Наталью Ильясову. С первых же минут экстрасенс чувствует неладное. Ужасная правда открывается с каждой минутой. Почему-то вот тут все как в крови, я чувствую. Очень много крови по дорогам. Очень много крови. Здесь много очень духов. Я вижу с той стороны, но больше я вижу с той. Когда мы ехали, тут прям вот они стоят, все стоят и просят. Наталья говорит, это души погибших водителей. В этом месте недавно была авария. Грузовик снес легковую машину. От удара мужчину просто сдавило в автомобиле. В живых не осталось никого. Больше всех захоронений. Это буквально... Мужчина, я чувствую мужчину. Недавно произошла авария. Где-то, наверное, 35-40. Вы сможете почувствовать вообще, из-за чего это произошло и, собственно, при каких условиях это произошло? А я вижу вот сюда машина. Немного. И оттуда еще машина. Вот. Мужчина. Абсолютно верно. 2009-й. Как будто одна машина помешала. Но вижу, как будто, вот знаете, резко едет, да, резко едет. А потом как-то поворот. Отключается сознание. Ну, как раз... Ему плохо. Вот тут вот сдавило, я чувствую, сильно. У него вот тут вот органы, я вижу, как сильно сдавленные. Серебряная, светло-серая какая-то машина. Наталья ведет нас еще в одно место. Здесь, на деревьях, развешаны бутылки. Это поляна невест. Сюда часто приезжают свадебные кортежи. Вижу в свадебных платьях невест и женихов. Несут вот так вот на руках. Сюда подходят, кидают что-то. И цветы почему-то кидают еще показывают мне. О поляне невест на трассе Лыткарина ходит множество легенд. Одна из них говорит о девушке, которая в день своей свадьбы разбилась на этой трассе. И с тех пор ее душа не может найти покоя. Одна сторона этой трассы увешана венками, другая ленточками. А прямо у обочины дороги небольшая поляна, куда съезжаются молодожены, для того, чтобы повязать свою ленточку счастья. Поэтому участок назвали поляной невест. Однако экстрасенс советует никогда не ездить в это место. Эта дорога проклята, она не приведет к счастью. Молодожены обязательно разведутся. Сколько невест было, да, женихов и невест, сколько свадеб. половина из них разводов идет. Я увидела, что люди расходятся. Знакомые Ильи тоже приезжали на поляну невест. Спустя полгода пара развелась. Действительно это так, потому что они делают попитку духов, то есть идет привязка к могильнику. Люди вот этим ритуалом привязывают себя к могильнику, потому что здесь дорога идет на костях. А по ночам в этом месте появляется призрак. Девушка, одетая в длинное свадебное платье. Это видео было снято на камеру мобильного телефона. Смотрите внимательно. На обочине дороги стоит призрак девушки-невесты. Неизвестно, когда это было, просто есть легенда о том, что действительно когда-то давно здесь разбился свадебный кортеж и погибла невеста. И, собственно, дух этой невесты блуждает по этому лесу и мешает живым. Потому что здесь когда хоронили, не ставили ограду. А как известно, когда не ставят ограду, то это неупокоенная душа. Она не отпета еще. Дух невесты каждый раз ищет себе жениха, поэтому аварии со смертельными исходами происходят постоянно. Голова вся в крови у нее, и здесь все в крови, ноги. Неописуемый человек. Сильно голова пострадала у нее, то есть у нее идет резкая вот эта вот как от головы внутри черепная мозговая может быть травма. Экстрасенс Наталья Ильясова объясняет, призрак невесты предупреждение. Если она появится, может случиться несчастье. Она предъяснил беды. Она какую-то хочет дать информацию. Да, что вроде здесь осторожно надо ехать. Не загружаться, не в телефоны нельзя здесь разговаривать, то есть отключаться ни в коем случае здесь нельзя. В этом месте дороги экстрасенс остановилась на минуту и вдруг увидела кладбище. Вижу, пластами люди лежат, пластами люди, то есть как хоронили их пластами друг на дружке, вот так вот. Вижу. Историк Дмитрий Матвеев уже много лет изучает Латкаринскую трассу, исследует архивные документы, записывает свидетельство очевидцев. Он сам удивлен, экстрасенс видит все насквозь. Вообще здесь изначально на этом месте располагалось дворянское кладбище. Тут находились две усадьбы имени Чернышевых и Зотовых. Здесь они хранили своих потомков, своих приближенных, это было их основное кладбище. В том, что на месте, где сейчас проходит трасса Москва-Латкарина, раньше было кладбище, нет ничего удивительного. Практически вся Москва и ближайшее Подмосковье в буквальном смысле стоят на костях. Несколько веков назад язычники не хоронили людей в черте города. Кладбище делали строго за пределами поселений и, как правило, вдоль дорог. Сразу после смерти человека выносили за черту города и там проводили похоронные ритуалы. Но со временем города стали разрастаться и те кладбища, которые когда-то находились вдали от города, оказались в его пределах. Перенести все могилы не было возможности, потому что чаще всего старые кладбища просто равнялись землей и на этом месте строили дома или прокладывали дороги. Историк говорит, даже в домах, которые находятся около Латкаринской дороги, возникает много негатива. У людей трагически складывается жизнь. Быть может, мертвые просто охраняют свое место и не дают жизни живым? То происходят какие-то стуки периодически, то и посуда падает. Очень много здесь и с ума убийств происходит, очень много наркоманов, людей, склонность к алкоголю. Например, в других домах, ну, везде, да, есть своя, разная публика. Но вот как-то эти дома, они даже по внешнему видно, видно, что они какие-то депрессивные начали выглядеть. Эту аномалию замечает и Наталья Ильясова. Экстрасенс говорит, вся беда в том, что строения стоят на человеческих костях, потому в этих местах много несчастья. Даже в церковь когда-то ударила молния. Почти все исследователи уверены, что именно такое отношение к мертвым стало причиной постоянных аварий на Латкаринской трассе. У христиан существует поверье, что танцевать, торговать и даже просто ходить по костям нельзя. Души неупокоенных умерших в таком случае начинают бесноваться. Здесь именно энергетика смерти выходит и она на вот это здание особенно влияет. Здесь люди очень живут очень бедно, как бы и вот мало денег всегда бывает, то есть не могут себе позволить что-то. Как будто, вы знаете, на месте как без удачи, без ничего, вот как будто себя как гниют. Жители этого дома вспоминают, когда они въезжали в дом, замечали здесь неподалеку памятники. Валяется вон эти, и то ни на месте они валяются, и здесь памятники-то. И же бульдозером сняли. А потом снимал бульдозером? Ну, эти белорусы. Чистили, вот когда очищали. Тут, наверное, два памятника на месте, а больше всего памятник здесь. Полина Александровна и Валентин Николаевич живут в этих местах давно. Они видели, как в свое время здесь пытались охотиться черные копатели. Они же там копали. Что с окровищем стали? Ну, золото искали. На шли. На шли. На шли. На шли, ребята, черепа находили. Какое золото искали здесь черные копатели, неизвестно. Однако некоторые исследователи уверены, что тайна кроется в самом названии города. Дело в том, что в 17 веке работа в каменоломнях была основным занятием жителей Лыткарина и окрестных деревень. По легенде, в одной из каменоломень рабочие обнаружили несколько слитков золота. Свой клад они перепрятали, но вскоре каменоломня обвалилась. Все рабочие золота были навсегда погребены под землей. С тех пор многие пытались найти лыткаринское золото, но никому никому это так и не удалось. У меня такое ощущение, что хочется какой-то живой, больше энергетики сюда. Может быть, какой-то, я не знаю, вот эти вот старые дома все хочется убрать, но это место не очистится вообще никогда. За час прогулки по лыткаринской трассе экстрасенс устает и просит освободить ее от вопросов. А другие случаи? Можно передохнуть? Да, все хорошо. Лыткаринская погибель так и останется проклятым местом. Наталья Ильясова говорит, самое верное это признать, что эта трасса очень опасная и лучше объезжать ее десятой дорогой. Этот участок дороги на севере Тульской области находится между станциями Хомякова и Ясногорск. Железнодорожный переезд ничем не примечателен с виду, но местные жители боятся его как огня. Переезд давно называют проклятым. На нем каждый раз происходят трагедии. Людей засасывает под проходящий поезд. И никто этого не может объяснить. Преступная статистика зашкаливает. Все это происходит на участке длиной в 40 километров. В тот день Антон находился в Ясногорске по рабочим вопросам. Должна была состояться встреча с партнерами, но все пришлось отменить. У меня был панический страх. и я почувствовал головную боль и что-то мне подсказало, что из этого места надо уйти. Передо мной был человек, который при приближении к данному полотну схватился за сердце и упал на это полотно. Еще минута и случилась бы трагедия. Антон чудом успел оттащить мужчину. Поезд грохотом промчался мимо. спросил человека, что с ним произошло. Он сказал, что находясь на данном участке дороги, у него было помутнение сознания, и он почувствовал какую-то непреодолимую силу, которая притянула его к железнодорожным путям. Железнодорожный переезд под Тулой получил жуткую славу еще 10 лет назад. Частые трагедии в этом месте заинтересовали ученых. При изучении местности они выяснили. Через переезд проходит тектонический разлом. Некоторые ученые предполагают, что эти разломы образовались в результате падения огромных космических тел, которые в процессе смещения земной коры оказались под землей. Поэтому в зонах тектонических разломов ученые отмечают необъяснимое и очень мощное энергетическое излучение. Именно оно загадочным образом влияет на психику людей, и они сами сводят счеты с жизнью. Мы так до конца не разобрались с этим участком, но одно для меня очевидно, что такая большая статистика попаданий под движущиеся составы, я бы сказал, при таких нелепых ситуациях, при таких относительно безобидных ситуациях, что все эти случаи больше смахивали на суицид, чем на несчастные случаи. После неоднократных трагедий на железнодорожных путях, ученые обозначили это место на карте как тульская аномальная зона и таких мест на карте России тысячи. По мнению исследователей, аномальную зону или проклятое место отличает несколько признаков. В этих местах кажется, что время замедлило ход или вовсе остановилось. Животные птицы избегают его. Человек, находящийся в такой зоне, ощущает панический страх и опасность. Случаются даже обмороки и потери памяти. У нас так называем прибор генератор случайных чисел и прибор сдвоенный кварц и генератор измеряющий неоднородности течения времени. Кварц и генератор и прибор, который генератор случайных чисел показывает аномальное это место или нет. На это место приехали исследователи паранормальных явлений Илья Саглиани и Вячеслав Климов, больше известные как московские охотники за привидениями. Их задача узнать, что же толкает людей на суицид. Ну вот сейчас идет рост значений по электрическому полю. Вот в данном месте идет резкое увеличение. А, кстати, идет замедление генератора с друнгом. Замедление идет. Приборы странным образом не слушаются. Показатели изменяются каждую секунду. Могут создавать состояние кратковременного сна, измененного состояния сознания и в результате этого человек может просто не замечать идущего поезда. Получается, что люди совершают самоубийство неосознанно, находясь в затуманенном сознании. Приборы каждый раз показывают новые данные и вдруг исследователям становятся не по себе. Ты чувствуешь какое-то головокружение, голова тяжелая, шум в ушах идет. Давление, как будто, знаешь, как сдавливает тело, как давление. И вот тут даже приборы вот тут вот сходят с ума, посмотри, то есть значения максимальные. Смотри, 802, 705. И тут случается невероятное. Исследователи чувствуют, что рядом с путями им все труднее контролировать свое состояние. У меня появилось ощущение, как будто сейчас сдавливает меня. Есть такое вот. Голову как обручем идет. И тянет. Почему-то хочется пройти по ней. Вот находишься здесь, как неосознанно. Это состояние исследователи описали по-своему. Синдром Анны Карениной. Под влиянием внешнего источника излучения человек перестает себя контролировать и способен решиться на самоубийство. Начинает кружиться голова, начинает сдавливать виски, начинает вести к рельсам, начинаешь терять ориентацию в пространстве. Вот буквально недавно тут под пояс попала женщина, можно сказать, некий прототип Анны Карениной. Скорее всего, Анна Каренина именно под пояс бросилась, находясь в нестабильном психическом состоянии, именно в такой аномальной зоне. Специалисты уверены, подобные эксперименты вообще лучше не повторять. Ошибка может стоить жизни, а значит, лучше находиться от этого места подальше. Все эти случаи говорят о том, что где-то там рядом должен был находиться некий источник воздействия на людей. Какой он был? может быть газ выделялся, может быть выделялось, может быть было какое-то излучение. Опасный переезд теперь объект тщательных исследований. Выяснить, что же там происходит на самом деле, недоступно для человеческого разума. Новомосковская аномалия продолжает хранить свои сокровенные тайны. В век информационных технологий человеку современному достаточно трудно поверить, что где-то могут обитать внеземные существа, возможны посещения НЛО и путешествия в параллельные миры. Однако само существование аномальных мест на карте России заставляет поверить в невозможное. Миссия проклятых мест проводить естественный отбор. Гиблые поляны и леса играют судьбоносную роль, на свой вкус определяя, кому остаться в живых, а кого принести в жертву. Кто же станет следующим? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok